Всем привет! Хочу сегодня поговорить о маленьких мультитулах, в которых у меня уже накопилось какое-то количество есть, какой-то опыт есть их использования, даже какие-то я маленько переделывал. И вот хочется что-то сказать, люди спрашивают, что-то рассказать, внести какую-то ясность. Значит, конечно, с большего они у меня мультитулы от компании Лейдерман и один виксик. Ну, это уже не первый у меня виксик такой. Кстати, вот виксиками я пользуюсь гораздо чаще. По большому счету, вот этот вот виксик лежит у меня на столе. Постоянно. Если мне надо что-то порезать и вскрыть, то есть маленькие лезвийцы. Им ничего большого не порезать, но что-то на уровне потащить карандашик, вскрыть конвертик вполне. Больше и не надо. Здесь есть пилочка для ногтей и на конце крестовая отвертка. Что-то тоже всковырнуть, всколупнуть, открутить. Это, точнее, не крестовая, прошу прощения, плоская отвертка, но плоская отвертка также входит в шлиц креста и отлично работает. С обратной стороны есть ножнички. Отличные ножнички, как для ногтей, так же и для какой-то мелочевки. Вот. Что-то сегодня с фокусом. Ну, то есть, колечко для ключей, но в домашних условиях, хотя, конечно же, не нужно. И по-большому чуду я его сюда вкрутил только для того, чтобы показать вам видео, полный комплект, как бы собрать. Вот. Пинцетик. Бывает очень часто нужен. И, собственно говоря, зубочистка. Хотите, ковыряем. Хотите, ковыряйте зубы. Хотите, чистите сам виксик, как уже говорил не раз. Вот. Отличная, нормальная вещь. На ключах у меня точно такой же. В принципе, что вот так, чтобы лежало на столе у нас, постоянно нашим рабочим. И точно так же на ключах хватает выше крыши. Следующие мультитулы. Это мультитулы. Конечно, далеко не все, но из тех, что есть у меня. Конечно же, тоже, обзаводясь этими мультитулами, я имел какое-то мнение, имел какое-то видение. И на что-то обращал внимание. Вот самый мой первый мультитул вообще из Лейдерман. Это Style CS. Еще первая его вариация. Нормальные, хорошие ножницы, но имеет немножко люфт. Мне его подарила супруга на день рождения. Вот. Кстати, это был тот год. Как раз таки, в день рождения был. У меня 21 числа, 21 сентября я открыл канал свой, а 14 октября у меня день рождения. И как раз таки, на день рождения мне супруга пошла и сделала вот такой подарок. То есть, купила она. Видела, что я их смотрю, там что-то изучаю. Как-то уже пару раз говорил, что интересно было бы что-то самое дешевое взять, на пробу посмотреть. И вот, собственно говоря, она пошла в магазин и купила вот это вот Style CS. Во-первых, я говорил, что мне нужно на рыбалку. А на рыбалке мне нужны больше ножницы, чаще ножницы, нежели плоскогубцы. Потому что есть еще пес с плоскогубцами. Вот. И вот, собственно говоря, она мне сделала подарок. В принципе, по-моему, вот это не особо интересный мультитул. В нем есть ножницы, как основной большой инструмент. В нем есть пинцет, который, когда мы вынимаем, он пытается поднять ноготь. Его нужно вынимать аккуратно. Вот, спасибо Виксовску, такой маленький пинцетик. Вот, вставляется в рукоятку под черную накладку. Здесь есть такой же, как вот в этом Виксе. Отверточка с напильником с обратной стороны. Не напильника, а пилка для ногтей, что, скорее всего. И с обратной стороны ножек, который я уже много точил, я и пользовался раньше, усиленно этим тулом. Вот, ножек. Ну, и прорезь на ножике была сделана не очень удачно. Вот эти дырочки. И мне пришлось его немножко увеличить, продлить, чтобы открываться стало все легче. Также есть на ножике карабинчик. Точнее, на туле карабинчик. И он же является открывалкой для бутылок. По большому счету, когда-то вот я его на рыбалку носил, все было нормально. Но как-то он, какое-то он большее недоразумение. Как по мне, инструментов не хватает, инструментов мало, и набор инструментов то же самое, что здесь. Но размер в два раза больше. И за этот вот супруга отдавала, она мне сказала, вроде как 35 баксов. Вот этот мне тоже супруга подарил, у меня до этого красненький был. И тоже на день рождения. А, кстати, к чему я говорил, я не помню, я сказал, что просто в тот год, когда я открыл канал, 12-й год, вот в 12-м году супруга мне это подарила на день рождения. Как раз таки в тот год, когда открывался мой канал на ютубе. Вот, а вот это она мне подарила в четырнадцатом году, значит, ну вот посмотрите на размер, в два раза больше, длиннее и дороже, но инструменты по большому счёту, что там, что там одинаковые, и даже вот то, что вы скажете, вот здесь ножницы более большие, но вы этими ножницами не будете резать ковры или что-то ещё, вы этими ножницами будете пользоваться не больше, чем вот этими вот, то есть, они-то по размеру в два раза больше, но функционал один и тот же, а если где-то, я скажу, какую-то задравшуюся кожицу подрезать, то вот этими сделать это удобнее, они более тоненькие, чем вот эти вот, идём дальше, следующий тул, который, как по мне, самый-самый такой интересный, из маленьких стулов, это Лейтерманской Вирт ПС-4, в нём масса инструментов, в нём есть, как основной инструмент, плоскогубчики, но я его покупал как рыболовный, так же и буду рассматривать как рыболовный, вот, по-моему, это самый оптимальный рыболовный инструмент, который только вот можно придумать, ну, в моём видении, вопрос, значит, где-то что-то подогнуть, подцепить, выдернуть, подкрутить, классная штука, есть кусачки для проволоки, ну, я на холстовик, мне это не нужно, но тем не менее, оно есть, вот, дальше у нас идёт инструмент, здесь был напильник, но я его перерезал в иголку, ну, то есть, напильник мне не нужен, к тому же, напильник на этих тулах очень тупой, вот, я его просто обтащил, сделал иголку, что-то там распутать, бывает полезно, узлы распутать, если сломается эта иголка, я просто её обрежу короче и припаяю сюда обыкновенную стандартную иголку, то есть, вещь, как выходит полезная, из бесполезного делаем полезную, такой же маленький здесь ножик, но на рыбалке его вполне хватает, но я имею ввиду на рыбалке в момент ловли, а не в момент, там, приготовления рыбы или что-то ещё, вот, но его вполне хватает что-то обрезать, какой-то узелок, кончик, там, торчащие лески, подлеска и так далее, так, с обратной стороны у нас есть маленькие ножнички, тоже, которые я в своё время дорабатывал, тоже классные, хорошие ножницы, именно для рыбалки, я имею ввиду, ну, или там, какой-то ноготь, какой-то заусенец, на коже, прошу прощения, пришлось прерваться, аккумулятор подсел, значит, вполне нормальные, достойные ножнички, которые я слегка доработал, и, ну, у этих моделей, у некоторых, ломается пружинка, вот, пружинка, как я её дорабатывал, я тоже снимал в видео, всё это показывал, то есть, я её просто нагрел, она немножко отпустилась, потому что, как мне кажется, она перекалена, поэтому ломается, и даже вот при мне, ко мне приходил один человек, один из зрителей моего канала, вот, встречались мы, вот, первые морозы были прошлый год, он вынимает, говорит, о, классно, я купил, хоп-хоп, стригс, сломалась, отлетела, вот, то есть, на морозе, хотя, вроде как, лежала в кармане у него на связке и ключей висела, ну, сколько я помню, вот, ну, я отжёг, вот, у меня уже сколько, в каком, в тринадцатом, наверное, году я купил этот тул, пользуюсь на рыбалках постоянно, но видно, что он такой уже пошарпан, вот, да, ещё повырезал, вот здесь вырезы сделал, чтобы ногтям было удобнее цеплять, ну, и с другой стороны этого тула у нас тонкая отвертка, плоская, которая также входит в крест, в швиз креста, и более большая, тоже плоская отвертка с открывалкой для бутылок, в принципе, вполне хватает этого тула, даже с головой хватает, для рыбалки, и, по-моему, для любой рыбалки хватит её, вот, хватит его, подвес для ключей, тоже полезная вещь, висит у меня вот на резиночке, на жилетке, вот такое вот моё мнение, в принципе, если даже тул не для рыбалки, а просто вот где-то как наключник, самый-самый нормальный тул из всех, потом вот это вот, Ледерман Микро, почему-то очень много негатива к этому тулу, но, как по мне, люди немножко этот тул не поняли, не поняли его в том плане, что они ожидают от этого тула, ну, как минимум, что-то как вот от этого вот, во-первых, давайте тоже посмотрим по инструментам, чтобы вы понимали, о чём идёт речь, не все же знают, что это такое, здесь, как основа, большие ножницы, ножницы, которые больше, чем в Стайл СС, ножницы уже доработаны, и на Стайл СС они всё-таки маленько болтаются, люфтик есть, здесь они более достойные, более крепкие, я пробовал даже такой хороший толстый картон, ими можно резать, потом, что у нас здесь есть, в ручке, кстати, все инструменты внутри, в ручке у нас, ну, то есть, вот эти вот открываются наружу, из закрытого тула, а здесь нужно в любом случае открыть, здесь стопоров нету, но все инструменты, они как бы, когда тул закрыт, они как бы, ну, они немножко, конечно, люфт есть, но даже не немножко, а хороший люфт, но они всё равно не закроются нам на пальцы, и когда мы ими пользуемся, там, ножиком или чем-то, мы давим так, чтобы он на открытие работал, а не на закрытие, но, тем не менее, пилка для ногтей, с ковырялкой такой, из-под ногтей, из-под ногтей говно выковыривать всякое, плоская отвертка, плоская отвертка, которая может работать, как небольшенькая стамесочка, и небольшенький клиночек, как на предыдущих моделях, вот, здесь уже клиночек доработанный, как я говорил на новых версиях, стал сейчас, здесь он уже без дырочек, и сделан, тоже заточка с одной стороны, но скос, сделан уже с двух, спуск, сделан с двух сторон, вот, самое главное, когда я купил этот нож, ну, давайте продолжим, потом я скажу, что самое главное, пинцет, нормальный, хороший, достойный пинцет, не надо поднимать себе ногти, чтобы его достать, ну, собственно говоря, вот такой, ну, ничего не сказать, просто пинцет, как пинцет, если немножко он не сходится к губке, или погнулись, просто возьмите наждачки, ставьте между губками, потрите, он будет сходиться. Следующий у нас инструмент, это вот такая вот отвертка, одновременно и плоская, и крестовая, и следующий инструмент, маленькая отвертка, плюс еще, может быть, как шило, и открывалка для бутылок. Открывалка для бутылок показала себя на одном из тушняков, я еще не знаю, выложил я его или не выложил, точнее, я не помню, вот, но не суть дела, если выложил, то ссылку дам, если не выложил, то потом добью ссылку. Открывалка показала себя очень-очень достойно. Знаете, как, когда я этот тул себе приобрел, во-первых, я его приобрел, потому что он в магазине, этот, emart98.ru, там цены вообще минимальные, поэтому, ну, как-то вот взял и приобрел, там вообще копейки он стоит, у нас в разы дороже в магазинах стоит. Когда я его приобрел, я начал думать, для чего он мне. Знаете, когда все встало на свои места, да, еще линейка есть небольшенькая, в сантиметрах и в дюймах, то есть вот так вот можно что-то измерить. Не особо точно, например, у кого глазомер не особо хороший, то можно. И да, и там еще такие наплывчики сделаны, что рукоятка не ерзает. Вы знаете, когда стало все на свои места с этим тулом, я вообще думал, где мне его применить, но когда я делал обзор на даче, снимал, он есть на моем канале, все ссылки будут в описании под видео, жена вот сидела, недалеко смотрела, потом после обзора она взяла, говорит, я его себе заберу. Говорит, пожалуйста, забирай. И она такая счастливая с ним, она говорит, вот это то, что мне нужно. То есть это тул для женской сумочки. Понимаете, как, конечно, там не будешь идеально делать какой-то маникюр им, но как ножнички есть, пинцетик есть, пилочка для ногтей, ковырялочка есть. Вот на работе, она говорит, там нужно что-то бывает подкрутить, отверточка есть. Вот. Даже, говорит, напиток какой-нибудь купила, вот, там колу или что-то, бутылочку попить, открывалка есть. Понимаете, как просто нужно понимать, как я уже вот не первое видео снимаю и говорю, что приобретая вещь, вы имеете понимание, для чего она вам нужна. Точно так же, вот этот я тул, почему я такой довольный? Потому что я точно знал, что я хочу. Мне на рыбалку нужен тул вот такой, вот здесь все есть. Я посмотрел все его данные, я посмотрел обзор его, фотки, зашел на сайт, посмотрел. Классно, все, что мне нужно, все есть. Вот еще было бы увеличительное стекло, вообще бы цены не было. Просто уже годы идут, зрение начинает потиху портиться, чувствую, год-другой очки уже буду носить. Вот. И иногда, разглядывая малюсенькую мушку, мы все-таки хочется лучше видеть элементы какие-то. Вот этот вот тул, он совсем маленький. И я его тоже брал на рыбалку, и первый раз вообще, вот первый тул вот такого плана, который я себе покупал, красненький, я его покупал именно как рыболовный тул. Но все-таки он у меня прижился на столе и на рыбалку он так и пару раз ездил, но рыболовным не стал. Вот этот тул, по-моему, или я его не понял, или хоть даже это подарок от супруги, но это недоразумение. Вот. Кому как, я его пытался и носить, и пользоваться, но с большего я его именно пытался. Я его специально клал в карман, подарок, значит, надо пользоваться. Раз уже вот я его заказал, чтобы она мне подарила, значит, надо пользоваться. Ну, как не то, что я заказал, я ей на мозге капал, чтобы она все чаще и чаще об этом слушала. Вот. По большому счету, если вам нужен какой-то тул, так скажем, на каждый день и на все случаи жизни, чтобы и в пир, и в мир, и в добрые люди, то, конечно, лучше взять что-то по типу вот такого вот. Что-то по типу вот такого вот. То есть, это на каждый день инструмент, и подходит почти что для всего. Здесь и клинки нормальной длины, и инструменты нормальные, и те же плоскогубчики, более-менее такие вот мощные. Вот. Так что вот, вот что-то вот типа такого. Можно взять еще больше. Но это если вам уже с этим чаще работать нужно. Но, как по мне, так вот эти вот именно наключники, именно что полезная вещь, как наключник, или же какой-то целевой тул. То есть, вот этот тул у супруги, она говорит, вообще классная вещь, ничего больше не надо. Вот это отличная вещь, у нее в сумочке лежит. Какая же она счастливая, что он у нее есть. Вот этот, я ей говорю, а как если так? Она говорит, а нахрена мне плоскогубцы эти, что я с ними буду делать? Вот здесь тоже вот это не особо... Может быть, если бы как-то он более качественно был сделан. Так, внешне он, конечно, прикольненький, но, тем не менее. Вот этот вот, ей, допустим, нравится вот этот больше, чем вот этот. Ну, сколько людей, столько мнений. Собственно говоря, вот такой вот обзор я сделал. Опять же, выбор, естественно, за вами. Вот, надо ли вообще вам это, вам нужно это понимать. На этом все. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. Все, всем спасибо за внимание и до встречи на канале. Совсем забыл сказать, вот эту я в последнее время положил в бардачок велосипеда на всякий случай. А вдруг забыл ножик, вдруг еще что-то типа такого. Пускай лишит, весит он вообще почти ничего и незаметен. Но лучше, чтобы он был, чем его не было. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok